Продолжение следует... Первая линия стартовой решетки. Вслед за ними Егор Проскурин, Даниил Васильев, Герасим Скуланов, Максимилиан Попов, Николай Проценко и Константин Крапин, Марк Маклаков и Владислав Ефимов. Рванули, рванули с места в карьер участники второго финального заезда в классе микро, который состоялся на трассе картодрома Атрон вчера. И сейчас мы становимся с вами свидетелями интересной, красивой, бескомпромиссной борьбы самых юных, но я считаю самых упорных бойцов наших соревнований. Причем лидер сезона у нас безоговорочный Дмитрий Матвеев, который на предыдущих трех этапах набрал максимальное количество очков. 254 балла у Дмитрия Матвеева в копилке, у нашего юного сибиряка, представителя Новосибирска. И сейчас он также стартовал с первой позиции, с полу-позишн и ведет за собой преследователей. Талантливый мальчишка, который совсем недавно еще делал первые шаги в картинге, сейчас один за другим штампует, буквально штампует победные результаты. И вот сейчас разворачивается схватка за третью-четвертую позиции в стане лидеров пока без изменений. Четвертый номер это Дмитрий Матвеев из Новосибирска. Его преследует семнадцатый номер Георгий Микитюк из Ростова-на-Дону. Вот сейчас и будет, наверное, происходить основное соперничество за победу в этой схватке второго финального заезда класса Микро Академии Российской Автомобильной Федерации. Именно между Дмитрием Матвеевым и представителем Ростова-на-Дону, каковым является Георгий Микитюк. Стартовый номер семнадцать. На третьей позиции девятнадцатый номер Даниил Васильев из Санкт-Петербурга. На шестую сместили соперники представители Самарской области Егора Проскурина, жителя города Тольятти. И десятку сильнейших замыкает сорок третий номер. Это никто иной, как Андрей Никандров из Санкт-Петербурга. Он поднялся выше, обойдя Голубева и Ефимова. На пятнадцатой позиции семьдесят первый номер Богдан Лабутин, город Пермь. На шестнадцатую сместил Лабутин своего соперника, выступающего под номером одиннадцать. Это Марк Козяев из Серова. И на позиции замыкающего у нас сорок пятый номер. Это Сергей Лунин, представитель Армавира. Дмитрий Матвеев, Новосибирск. И вплотную чуть-чуть позади за лидером Георгий Микитюк из Ростова-на-Дону. Третья позиция по-прежнему за Даниилом Васильевым, питерским пилотом. И я думаю, что еще пока не все сказал этот гонщик. Я думаю, что еще мы вправе ожидать красивой, яростной схватки за призовые позиции. Смотрите, смотрите, смотрите. С высоты птичьего полета мы с вами могли наблюдать вот эту схватку. Схватку столкновений едва не вылетел с трассы 63-й номер Тольяттинец Егор Проскурин. Слава Богу, он возвращается в борьбу, но упущено слишком много. Драгоценные секунды и сразу несколько позиций потеряны после этого вылета и разворота. Тем не менее, остается в борьбе Тольяттинец Егор Проскурин. А здесь, на ваших мониторах, лидеры гонки, лидеры заезда. Пройден экватор. На третьем круге уже находится и Дмитрий Матвеев, лидер сезона в классе «Микро», и его соперник из Ростова-на-Дону Георгий Микитюк. Отличная гонка, шикарная гонка. Огромное количество болельщиков сейчас находится на трибунах. Вчера они переживали за наших самых юных пилотов, поддерживали их на церемонии награждения. Но об этом чуть позже. Сейчас самое главное – то, что происходит на трассе. Пытается уйти в отрыв Матвеев. Дмитрий Матвеев, понимая, что в любой момент может рвануть в атаку Георгий Микитюк, делает все возможное для того, чтобы удержаться в голове пилотона. И сейчас эта парочка устремляется все дальше и дальше, отрываясь от своих соперников, от своих преследователей. И мы готовимся проводить их на предпоследний пятый круг. Дмитрий Матвеев, лидер сезона. Обаятельный, красивый мальчишка из Новосибирска. Сейчас показывает замечательные результаты. И вот смотрите, какая красивая групповая борьба. И в ней, я думаю, все-таки достойно выглядит 57-й номер Николай Проценко. Четвертый и семнадцатый. Вы смотрите, как близко подпустил Дима Матвеев своего соперника, Ростовчанина Микитюка. Георгия Микитюка. И я думаю, что мы еще вправе ожидать на последних метрах дистанции красивых атак. 77-й и 33-й. Это Герасим Скуланов, один из лидеров сезона. И 33-й номер. Это Максимилиан Попов, сочинский пилот, также являющийся одним из фаворитов сезона. Он как раз за Скулановым занимает третью строчку по итогам трех завершившихся этапов. Дамы и господа, лидеры гонки на пред... Да, уже на финишном шестом круге. На финишном шестом круге лидеры заезда. Дмитрий Матвеев и Георгий Микитюк. Пока на позиции замыкающего 12-й номер. 12-й номер это Водяник. Михаил Водяник, а мы тем временем встречаем на финишной черте победителей. И победителем заезда становится Дмитрий Матвеев из Новосибирска. Георгий Микитюк уступил на финише победителю 21 сотую секунды. И это, в принципе, небольшое отставание по итогам двух финальных заездов, двух финальных гонок в классе «Микро». Победителем рязанского этапа стал Дмитрий Матвеев, набрав 90 очков в актив. Георгий Микитюк финишировал в итоге на рязанском этапе вторым. У него 73 очка в копилке. И на третью ступень педестала почета поднялся Даниил Васильев из Санкт-Петербурга. 59 очков. Всего лишь 9 очков не хватило до подиума Герасиму Скуланову из «Братовщины». У него 50 очков в копилке. 40 очков набрал сочинец Максимилиан Попов. По 33 очка на рязанском этапе заработали Егор Проскурин из Тольятти и Марк Маклаков из Москвы. 30 очков в копилке у Германа Фатеева из Екатеринбурга. 29 набрал Николай Проценко из Москвы. Десятку сильнейших замкнул Костя Крапин из Фрязина. В его активе 26 баллов. Ну что же, дорогие друзья, это был рассказ о состоявшихся вчера финальных заездов в классе «Микро». Победителем рязанского этапа по сумме двух финальных заездов стал никто иной, как лидер сезона. Дмитрий Матвеев, город Новосибирск. С чем я вас и поздравляю, дорогие друзья. Ну а нас ожидает прямая онлайн-трансляция соревнований заключительного дня. Этапа чемпионата и первенства Российской Федерации по картингу, в котором принимают участие старшие классы «Мини», «КФ Юниор», «Супер Мини», «КФ» и «КЗ-2». В 14 часов 20 минут по московскому времени начнется второй финальный заезд класса «Мини». Пожелаем удачи спортсменам, а пока отдыхаем. Продолжение следует...